Доброго утречка! Просмотрев достаточное количество видосов по игре EVE Online и поиграв примерно 30 часов, я понял, что в этой игре действительно нужно страдать. Особенно новичку, который вообще не понимает, что тут происходит. Мои первые часы происходили достаточно интересно. Я летал через все гипроворота, исследуя космос, а потом пытался найти путь назад. Но осознание пришло, я понял, что нужно хотя бы немного разобраться в механике игры. Понемногу начал выполнять задания агентов, это мне помогло, но совсем чуть. Поэтому стал изучать каждую вкладку самостоятельно, просматривая торговую систему и навыки, постоянно дотыкался на значок омега статуса. Долго ломать голову не пришлось, так как быстро можно найти информацию. Изначально у новичков альфа аккаунт. Проще говоря, игра условно таки бесплатная. И я не говорю, что обязательно платить. Наоборот, очень легко играть долго и на альфа аккаунте. Но ты будешь ограничен и не сможешь пользоваться всеми возможностями игры, всем оборудованием и так далее. Конечно мне захотелось провести омега статус, но что-то жалко тысячи рублей, так еще и всего на месяц. Да я столько за инет отдаю. Хотя постой, воу, все понятно. Статус можно оплатить не только деньгами, но и плексами, которые можно спокойно купить за внутриигровую валюту. Иски. Счастье-то какое, только есть один нюанс. Новичок рад, когда заработал свой первый миллион или даже 10 миллионов исков. Но вот плексы стоят не так уж и дешево. А если давать чуть конкретную сумму, то для того, чтобы оплатить омега статус, тебе потребуется выложить почти полтора миллиарда исков. Это спокойно могут позволить себе бывалые игроки. Уверен, что на их счету хватит исков, чтобы оплатить омегу на целый год. Вернемся к новичкам. Что делать и как быть. Думаю, здесь три варианта. Спокойно играть пока что на альфе и изучать игру, или задаться целью заработать на омегу. А, третий вариант. Купить за деньги, если вам не жалко. Как уже можно догадаться, мне стал интересен второй вариант. Я пошел на ютуб искать как можно больше информации и нашел много способов. Правда выбрал для себя, скорее всего, самый затратный по времени. Погнали. Погоди, а какой у нас план? Не сдохнуть. Майнинг в Иф онлайн. Многие говорят, что на альфе очень сложно майнить. Но все же заняться им можно. Выполнив задание агента по производству, тебе бесплатно выдается корабль Вентура. Этот корабль служит как раз для того, чтобы добывать руду. Это будет долгий и мучительный эксперимент. Я не первый, кто его начинает. Снимаю данный ролик руководствуясь тем, что снял Найсплей. Всего сейчас есть четыре части его роликов. Но вот уже четыре месяца на его канале, так сказать, ни слуху, ни духу. Кстати, в его роликах достаточно полезная информация, так что ссылка на канал в описании. В общем и целом, мой ролик далеко не плагиата, а открытие такого же эксперимента на моем канале. Действия, конечно, могут повторяться. Посмотрим, получится ли у меня завершить эксперимент или я сдамся на полпути. Включаю варп-двигатель. Руководствуясь информацией, предоставленной в ютюбе, я приобрел корабль Вентура и Миасмус. Надеюсь, все названия произношу верно. А также купил оснащение для этих кораблей. Конечно, начальный капитал должен быть. Примерно 10 миллионов будет достаточно. Может, даже меньше. Новички получают Вентуру бесплатно после выполнения задания агента, а Миасмус приобретается за несколько миллионов исков. Начинать манить можно и без него. Оснастил корабль двумя майнерами добычи второго уровня. Кстати, для этого необходимо изучить навык добычи руды по максимуму. Всегда смотри раздел требований перед покупкой. Дальше необходимо поставить модуль для сканирования. Ну и остальные модули видно на экране. Миасмус нужен для перевозки руды, так как отсек с рудой у него достаточно большой. Перед вылетом последний раз обозначу цель эксперимента. Для этого найду в торговой системе плексы. И вот все цены. Для оформления омеги необходимо 500 плексов. И сейчас их можно приобрести за 1 миллиард 453 миллиона исков. И сколько же у меня сейчас? А у меня на счету всего чуть больше 1 миллиона. И это действительно очень мало. Так что буду пытаться заработать на омегу с нуля. Объявляю эксперимент открытым. Залежи руды исчерпаны. Наконец можно приступать к действиям. Будут бывать в какой-нибудь другой системе, но не слишком далеко от станции. Поэтому совершу прыжок через одни гиперворота. Теперь можно лететь к поясу астероидов. По прилету я или сразу запускаю сканер, или подлетаю чуть поближе, так как сканируется все в районе 20 километров. Выбираю из списка нужные мне астероиды. Теперь осталось лишь запустить майнеры и иногда поглядывать в отсек с рудой. И за самим астероидом, ведь он не вечный. Когда отсек заполнится, можно отвезти добытую руду на станцию. Но я поступаю не так. Ведь не зря купил миасмус. Он-то как раз и будет забирать больше руды. Поэтому, когда отсек заполнился, выбрасываю руду за борт. Спокойно, я ничего не уничтожил. Наоборот, создал контейнер. А в контейнере может поместиться уже гораздо больше руды. Поэтому добываю дальше и заполняю все пространство контейнера. Пару нюансов, которые должны знать новички. Контейнер можно переименовать, чтобы видеть и понимать, что он твой. Обязательно сохранять координаты, а то забудешь местонахождение и все. Последний, но важный пункт, это то, что срок жизни контейнера примерно 2 часа. Поэтому успевай наполнить и забрать, а то все исчезнет. Я делаю следующим образом. Наполняю весь контейнер, а также весь отсек руды в вентуре. После этого уже лечу на станцию. Прилетев, разгружаю вентуру, беру миасмус и возвращаюсь по сохраненным координатам. Когда из контейнера забирается все руда, он исчезает. Прилетаю обратно на станцию и разгружаюсь. Вот и все. Такие простые действия необходимо выполнять постоянно. Придется это делать, пока не накопится примерно 200 миллионов, так как промежуточная цель это купить праксис и копать на нем. Заканчивать ролик буду на том, что покажу как же продавать добытую руду. Перед продажей необходимо сжать руду. Это можно сделать не на всех станциях. Сжатие уменьшает объем и причем значительно. А еще сжатая руда стоит дороже. Покажу на примере одной руды. Несжатую могу продать за 674 тысячи. А сжатую за 757. Примерно 100 тысяч в плюс тоже хорошо. Тут ведь чистая математика. Так что сжимаю всю руду и погружаю на вентуру. Как раз можно видеть, что сжатая руда поместилась и даже не заполнила и половины объема отсека. Теперь лечу на джиту и продаю там всю руду. Буду продавать быстро и не заморачиваться с созданием ордеров. Возможно это глупо, но большинство новичков так и делает. В итоге получается почти 9 миллионов. И под конец ролика сумма увеличилась до 10 миллионов. Даже наполовину к цели не продвинулся. Запрашиваю разрешение на вход в док. Разрешение получено. Надеюсь я действительно доведу этот эксперимент до конца. Если ролик посмотрят опытные игроки, можете дать мне совет. Думаю было интересно посмотреть. Спасибо что досидел до этого момента. До встречи!